ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же, все прекрасно знают о том, что 18 июня наш любимый клуб отметил свой 91-й день рождения. Разумеется, это не юбилей, но праздник в любом случае нужно отмечать. И с кем же еще разделить его, если не с нашими верными болельщиками? По случаю нашего дня рождения, 17 июня на стадионе «Динамо Юни» состоялся первый в истории клуба турнир по мини-футболу среди болельщиков Минского «Динамо». Место проведения было выбрано не случайно, ведь этот стадион действительно многое значит для всех нас. И несмотря на проходящую реконструкцию и строительные декорации, все прошло весьма уютно и комфортно. По-домашнему. Вот «Динамо» сейчас забили в очко вот этот вот матч. Турнир собрал 12 команд. И несмотря на статус любительского, все прошло на вполне профессиональном уровне и с интересным футболом. Очень отличное впечатление. Родители все с семьями приехали. Очень здорово. Дети отдельно занимаются. Я хочу, чтобы почаще такие были турниры. Очень весело. Развитие футбола все-таки есть и семейное. Ну вот здесь им очень нравится. И если будет поддержка «Динамо» такой, еще новые турниры, мы будем обязательно участвовать. Потому что мы даже не сыгрываясь, играли взрослые с молодежью и показали весь свой максимальный результат. Поэтому это здорово, это суперпраздник. На стадионе «Динамо Юни» собрались не только участники турнира. Трибуны малого поля вместили всех, кто пришел поддержать игроков. А народа было много. Турнир на самом деле получился намного лучше, даже чем я ожидал. Потому что мы собрались, ну так, наверное, спонтанно даже с большим, ну с большим, с ребятами, с которыми мы ни разу не выигрывали ничего ни в турнирах, где либо не участвовали. Вот. И тут, ну, в полушутку сказали, что ну давайте хотя бы, ну здесь выиграем. Вот. Собрались и вышли. Выиграли. Отличным примером на турнире послужила команда «Динамо 2010», составлена из отцов-детишек команды 2010 года рождения. Она заняла на турнире четвертое место. Главная идея турнира заключалась в том, чтобы еще больше сплотить болельщиков Минского «Динамо». Это очень важно, потому что, ну, действительно, они разные. Я их некоторых знаю там с своего района, с тракторного района. Ребята, я здесь очень много знакомых увидел, с которыми играю. Это, ну, и вижу, что они вместе сплочены. Мы все одно дело делаем. И очень приятно, что у нас так, ну, у всех получается месть. Месть для клуба, тем более, это здорово. В преддверии именно нашего дня рождения мы хотели провести турнир именно среди болельщиков для объединения. Все знают, что не все у нас гладко, как хотелось бы. Поэтому хотя бы вот на таких турнирах мы можем быть вместе друг с другом. И за это давайте друг друга поблагодарим. Спасибо, ребят, всем. Ну, это реально классно, конечно, потому что тут даже я вот смотрю, у более старших ребят прям поддержка была с барабаном, с речевками. Ну, это приятно. Я теперь понимаю профессиональных футболистов, которые говорят, что лучше в антураже играть. Это так, это правда. В финале турнира встретились команды Made in Minsk и Чикаго. Третье место заняла команда Тахат. Разумеется, в счастье дня рождения клуба мы не могли обойтись без пожеланий для него. Развиваться только вперед. Ну и успешное выступление в Еврокопках, чтобы покататься хорошо. Ну и, разумеется, вручение призов и шампанское победителям. Поздравляем, ребят. Чикаго! 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 Чикаго!